На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! Сегодня под Новосибирском на полигоне Кольцова стартовал первый международный конкурс «Отличники войсковой разведки-2015». Военнослужащие армии Китая, Белоруссии и России несколько дней будут состязаться на суше в условиях, максимально приближенных к боевым. В ходе соревнований задействуют самые современные единицы военной техники и оборудования, которое сегодня стоит на вооружении спецподразделений России и иностранных государств. На торжественном открытии конкурса с самого утра работает наш корреспондент Александр Куршев. Сейчас он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте! Вам слово. Здравствуйте, студия! Здравствуйте, Иван! Мы рады вас приветствовать на полигоне Высшего военного командного училища. Сегодня здесь состоялось торжественное открытие международных армейских игр «Отличники войсковой разведки-2015». Программа очень обширная. Она будет проходить с 3 по 10 августа и включает в себя, к примеру, десантирование подразделений с боевого вертолета, прохождение 5-километровой полосы препятствий, работа с огнестрельным оружием, армейской лопаткой и холодным оружием. Вообще, хотелось бы добавить, что ежедневно от Высшего военного командного училища будет работать спецтранспорт, где можно добраться до полигона абсолютно бесплатно. Сама программа будет очень интересна, и поэтому просим посетить ее обязательно. Студия. Спасибо, Александр. Александр Куршев о соревнованиях разведчиков. А накануне в Новосибирске отметили День воздушно-десантных войск России. По традиции, празднования начались в Центральном парке и продолжались в течение всего воскресенья. Затем, как это было, наблюдала Алия Арзаева. Раз! 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 Вопреки расхожему мнению, десантники отмечают свой день не купанием в фонтанах, а спортивными состязаниями. Праздник проходит под девизом «За здоровый образ жизни». День ВДВ – это гордость за воздушно-десантные войска, гордость за вот это братство, которое нас соединяет в этот праздник. Это не сериал, это реальные пацаны, реальные мужики. Ну что, братва, дай вам Бог, чтобы сколько взлетало, столько и приземлялось. Для многих День ВДВ стал семейным праздником. Папы приучают детей к тельняшкам и беретам с раннего детства. Поздравить десантуру с праздником приехали первые лица города. Мэр напомнил историю создания воздушно-десантных войск. Это произошло на учениях. Но именно тогда советские генералы сделали вывод. Нужна крылатая пехота. Именно она способна решать задачи, которые не под силу другим войскам. В этом году День ВДВ не просто праздник, а настоящий юбилей. Воздушно-десантные войска ведут свою историю аж с 1930 года, так что отметили уже 85-ю годовщину. В Центральном парке собрались разные поколения десантников. Среди них воины-афганцы, участники первой и второй чеченских кампаний и других локальных конфликтов. Давай-давай! Ты кто кроме нас? Ура! Алия Арзаева, Алексей Баженов, Новости ОТС. Новости ОТС. Европейские товары, несмотря на запрет, продолжают поступать к продажу. Ранее правительство утвердило правила уничтожения санкционных продуктов, везенных в Россию. Как отмечается в документе, уничтожать их должны сразу после изъятия любым предусмотренным законным способом. Сам процесс необходимо зафиксировать на фото и видео. При этом он должен происходить в присутствии как минимум двух незаинтересованных лиц. Газета «Коммерсант» пишет, к отключению интернета готовы. Защищать свободу в российском сегменте сети не считают нужным больше половины российских пользователей. 58% не возражали бы даже против тотального отключения интернета. Таковы результаты исследования, которое проводилось совместно с Российским центром изучения общественного мнения. 42% респондентов верят, что иностранные государства используют сеть во вред России. 49% считают, что информацию в интернете следует цензурировать, а 81% отрицательно относятся к призывам протестовать против руководства страны. Добавлю, что согласно исследованию, первым по значимости источником информации новостные сайты называют всего 10% респондентов. Больше половины опрошенных отдают предпочтение центральному телевидению или 6% радио. А интернет граждане используют прежде всего для поиска информации для собственных нужд и общения в соцсетях. И газета «Ведомости» выходит со статьей по заголовкам «Преступление без приговора». Верховный суд предлагает ввести новый институт освобождения от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовного характера. Согласно законопроекту, для лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, вместо уголовной ответственности могут быть применены такие меры, как штраф, исправительные или обязательные работы, лишение права занимать определенные должности, если возмещен причиненный ущерб. Рассматривать ходатайство о таких мерах наказания должен суд в течение 10 дней. При этом приговор вноситься не будет и, соответственно, человек не будет считаться судимым. Другим темам. История на колесах в одном месте. У Новосибирского музея железнодорожного транспорта сегодня юбилей. Среди экспонатов сейчас находится мой коллега Николай Сальников. Николай, здравствуйте. Ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Иван. У Новосибирского музея истории железнодорожного транспорта сегодня день рождения. 15 лет назад на станции «Сеятель» появилась большая экспозиция. Сегодня здесь более сотни экспонатов. Тепловозы, электровозы, паровозы располагаются на шести специальных подъездных путях. Помимо непосредственно железнодорожной техники, в состав музея входит и автомобильная коллекция. Разумеется, речь идет о ретро-машинах. Ежегодно наш музей посещает более 50 тысяч человек. Ну а более подробно о музее истории железнодорожного транспорта мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Иван. Да, спасибо, Николай. И в продолжение темы «Делу время. Потехе день». Железнодорожники регионов с размахом отметили свой профессиональный праздник. Даже в разгар торжества они не забыли о работе и на специальной аллее для почетных гостей приготовили множество сюрпризов, связанных, естественно, с железной дорогой. Тему продолжит Александр Могилин. Прыжевник с Омской области, мята и шишки с Новосибирской и яблочки с Алтайского края. Предлагаем попробовать западно-сибирскую железную дорогу на вкус. На праздничной аллее десятки предприятий и организаций железной дороги. У каждого свой способ встречать гостей. Хлеб-соль тоже разные, но главное – творческий подход. Вот, к примеру, руководители региона и города посвящают в почетные сигнальщики. Праздник семейный. Здесь много детей, которые тоже мечтают стать работниками стальных магистралей. Будущие железнодорожники не отстают от взрослых и приготовили свои творческие подарки. Пускают шарики из рук, и они взлетают. Красят все вокруг, все, что пожелаешь. Главное – поверь, что шары и воздушные, а в сказку дверь. А еще предлагают почувствовать себя машинистом локомотива. Сеп за специальный тренажер показывают раритетную технику связи, о которой уже давно забыли. Словом, развлечение на любой вкус. От всей души поздравляю с этой великой общей нашей радостью. День железнодорожникам, всех наших тружеников в Западно-Сибирской магистрали. Сказать спасибо за надежное партнерство, за уверенность, которую дарит нам Западно-Сибирская дорога, всей нашей экономике области, успехов и новой гордости за то, что я железнодорожник. Не забыли и про вклад железнодорожников в годы Великой Отечественной. В честь юбилея Победы на аллее много тематических стендов и макетов с движущимися моделями маленьких поездов. Здесь представлены эшелоны, которые курсировали в военные годы. Мы пытались максимально приблизить это к реальности и показать. Вот, и, собственно, детишек радует глаз, и нам радует глаз тоже. Отмечать День железнодорожника в Зайцовском парке стала традицией новшества в программе каждый год. Каждый год мы здесь добавляем площадки для наших людей. И это не навязывание, это их желание, это их просьба. И мы на эту просьбу, конечно же, откликаемся и даем возможность, чтобы они действительно здесь побывали. Но даже в праздник железнодорожники не забывают о работе. Совместный отдых – лишь повод обсудить в неформальной обстановке служебные вопросы и планы на ближайшее будущее. Александр Могилин, Антон Мамаев, Новости ОТС. И на этом пока все. В студии работал Иван Кудинов. Следующий выпуск новостей ОТС в 18.30. До встречи.